Друзья, вот Анастасия согласилась с нами провести быстрый эфир из Денвера, да? Ты в Денвере находишься, в Клорадо? Сейчас, да. Правильно. Вот, видишь, я еще помню. Анастасия занимается sustainability, то есть такое дизайнерское направление, когда вещи имеют несколько жизней. Мы сейчас узнаем немножко, кто такая Анастасия и вообще вот в чем ее достоинство как фэшн-дизайнера в этой области. Вам слово. Спасибо, Александр, что пригласили меня. Я дизайнер, у меня есть псевдоним, я зовусь Матильда Маргинал, я основатель брендов... Почему такое название? Это очень долгая история. В общем, у меня бренд называется Маргинал, а Матильда – это мое второе имя с детства, меня так мама называла иногда, но это типа мой был никнейм. Понятно, точно. Вот, и у меня есть бренд Маргинал, это авангардная мода, ее можно, этот бренд можно отнести тоже также к таким направлениям, как медленная мода, sustainable, что еще, антигламур, антифэшн и апсайклинг. То есть, все эти направления мне присущи. Какие у тебя есть достижения в этой области? Образования, выставки, статьи? Почему люди должны прислушаться к твоему вниманию? Поступили у тебя хорошие из покупателей? В чем твой оснований кредибилити? Как ты строишь свое имя? Ну, будем говорить вам всю правду. Я самоучка, образование у меня в финансах, поэтому это к делу не относится, но я вот всегда тяготела к моде, просто как-то у меня это… Просто любишь это делать. Вот, да. И, ну, какие мои заслуги вообще? Посмотрите коллекции. То есть, коллекции есть, скажи, нравится, не нравится. То есть, понятно. И нравится это не всем. Я, у меня ниша довольно-таки маленькая, и я с этим окей. Я понимаю, что у меня не очень большая аудитория, потому что одежда очень специфическая, но зато она отличается от других. Понятно. А вот скажи, сейчас, во время ковида, и некоторые люди болеют и боятся трогать старые вещи или чужие вещи, вот как ты решаешь вопрос ковида с твоими покупателями, с тобой ты, там, отсылаешь, посылку, там, откладываешь на 2-3 недели, и потом только отсылаешь, или, наоборот, там, в перчатках это делаешь, или лампы какие-то облучаешь. Какие? Принимаешь ли ты какие-то меры для своей безопасности и своих клиентов? Ну, скажу я вам честно, что я боюсь сама. Произвожу я сейчас не так много, как я производила раньше. И по магазинам я не хожу абсолютно, использую только то, что у меня еще были залежи материалов еще до этого, потому что реально, ну, я немножко, ну, осторожничаю. И муж у меня параноик, он не хочет, чтобы я путешествовала и всякое такое дело. И я, в первую очередь, заботюсь о своем здоровье, о своей безопасности. Также я могу сказать прямо, и не буду я скрывать, что у людей занятилась покупательская способность. Ну, я не скрываюсь. Я думаю, что люди у меня столько скучно, что я думаю, что они покупают все подряд, целыми днями сидят на этом компьютере. Мало-мальские вещи, которые им не хочется, они покупают, чтобы как-то разнообразить, развеселить себя. А я вот не знаю, у меня, знаешь, вещи авангардные, очень авангардные, но и цена тоже, они довольно-таки прайси, они немножко дороговаты. И так как ходить не курицы, ты же не хочешь купить в Walmart, и пойти в Walmart, если хочешь как бы авангард, надо их платить как авангард, правильно? Ну да, но вот в том-то, что все дело, что людям ходить некуда, вроде показываться некуда. У меня очень снизились объемы, и я с этим окей, я к этому отношусь очень философски, и люди сейчас покупают меньше, и это хорошо. Я тоже за это, чтобы мы... Вот смотри, люди сидят перед зумом, и много проводят времени перед компьютером, правильно? И от того, что на них надето, какие цвета, как это выглядит, это очень многое влияет. Покупили у них, не купили, то есть, если, скажем, ребит сильно, и неприятно смотреть, то люди не будут смотреть, откажутся смотреть на этого человека, не купят у него товар. Если вам, скажем, оно не привлекает, то есть, появилось много, когда не было раньше такой проблемы, что у нас же специальная одежда для зума, особенно сидит, скажем, если хромакей сзади стоит, зеленый скрин, и надо потом поменять бэграунд, многие вещи для этого не подходят, правда? Да, да, ты прав. Света, и многие вещи, люди вышли на улицу, постирали, вышли, постирали, то есть, вещи раньше не были, не делались в смысле, что их будут стирать, там, раз в день, маски, там, или, а сегодня это очень важный аспект, особенно состояние белых, чтобы не все время выбрасывать в каждую новую маску, покупать, а ее мыть, чистить. То есть, это имеет, значит, нацветает, хочется в красивой маске яркой вытянутой, но и в то же время ты не хочешь после двух-трех стирок, чтобы эта маска выглядела, как бы уже, как бы, было несколько лет носки, и люди шарахались от тебя, потому что она ничего не защищает, и она некрасивая, выглядит как бы, значит, уже многолетняя носка. Я извиняюсь, я тебя перебил, у меня, вот, мы с тобой говорили о вопросе по поводу, как бы, ну, как-то симпатии вызвать у зрителей, и я тебя просил, может, вспомнить какую-то или смешную историю, которую развеселит зрителей, или грустную, которую они, которые не смогут рядом с тобой поплакать, погрустить. Я вспомнила, я вспомнила много историй, но я расскажу одну, которая была грустной, но сейчас ее смешно вспоминать, скажем так. Это из фэшн, то есть, мы здесь в Денвере, у меня был экологический проект, я сделала платье огромное, большое, с огромной юбки, из пакетов из кинг-суперсов. В Нью-Йорке есть такой магазин или нет? Это сеть продуктовых, это супермаркет. И у них такие маечки, ну, как бы, пакет, которые они каждую баночку в отдельный пакетик, они тебе собирают. У меня пакетов этих столько много появилось, потому что вот с ковидом я перестала использовать свою обычную сумку магазинную. И брала там. И у меня этих пакетов куча. Запрещенные пакеты в Нью-Йорке. У нас только вот эти вот многоразовые пакеты, их надо покупать. У нас запретили пластиковые пакеты, больше нельзя. Так это и хорошо, хватит уже распространять, этот пластик тратить. Я, значит, из этих пластиковых пакетов сделала очень крутое, красивое платье. Мы сделали фильм, мы сняли короткометражку, все про экологию. Потом, если будет интересно, я дам ссылку. И это платье увидела стилист в Инстаграме. Она тоже из Денвера, ее я раньше не знала. И она со мной связалась и говорит, у тебя такое красивое платье, можно мы его поснимаем для журнала? Я говорю, да без проблем, ребят. Она приезжает, берет это платье, берет меня, потому что я свои вещи побаиваюсь давать на съемки, если я не знаю людей. Я говорю, я поеду с вами. Приезжаем мы на площадку, там фотографом, фотограф всем руководит. И она, когда увидела, что это платье из пакетов, а там еще я сделала специально, чтобы были дырки, драни. И она, когда это все увидела, она просто, у нее такие глаза стали. И я говорю, ребят, вот вы когда выбираете платье в Инстаграме, там же было написано, из чего оно сделано, почему оно сделано. То есть я всегда описываю цель проекта. Но они не удосужились почитать. И потом они начали, она захотела прикрыть это платье, какие-то вот такие места, где видно там проплешины. Но они сделали, сделаны были специально. Это у меня такой концепт. Она их начала закрывать своим дурацким платком блестящим. Который вообще нет, ну, это безвкусица полнейшая. И, в общем, и вышел конфликт. Вышел конфликт. Они эти фотки не использовали в журнал. Это потеря времени. Понятно. Тоже бывает нормальная история, когда люди не срабатывают в первый раз. Они не знают, не вникают в детали. Они не пробуют. Знаешь, одно дело посмотреть на Инстаграме, другое дело ночью потрогать, увидеть. Да, да. Неясно. А вот скажи мне, ты отлично справилась с задачей развеселить. Видите, я надеюсь... Тебе незаметно пока. Я думаю, что многие из себя узнают в этой истории. Или как стилисты, которые приглашают и не знают, кого они пригласили. Или как дизайнеры попадают в такие же ситуации, как ты. Или фотографы, которые на месте находятся в аэропе. И посмотрим, о господи, какой кич, я это фотографировать не буду. Или модели я одевать не буду. Каждый со своей колокольни может посмотреть на это дело по-разному. Факт остается баком. Так. Следующая тема, которую мы договорились обсудить, это лайфхак. Есть ли у тебя какая-нибудь идея, совет, помощь для других дизайнеров, или моделей, или фотографов, листов. То есть для людей в фэшн-индустрии, которые ты могла бы поделиться, которые можно быстро, ну, как бы себе добавить в арсенал. Угу, угу, так. Это именно для фэшн собрать, да? Ну, вот когда, я не знаю, может, у тебя есть какой-то, знаешь... Знаете, вот я вещи, например, ношу в чемоданах, которые на четырех колесиках. То есть намного легче возить, чем когда два колесика. Мелочь. А когда это много веса и много чемоданов, ты с локейшн на локейшн, оно превращается в экономика. Я могу сказать вытекающий совет вот из этой истории. То есть если вы с кем-то работаете, то внимательно ознакомьтесь с этим художником и посмотрите его работы, и почитайте немножко про них. Потому что, допустим, если это sustainable fashion, то на съемках вряд ли ему будет приятно, если на его платье наденут какой-нибудь козье копытце. Конечно, да. Да? Вот. Или вот если ты говоришь, у меня тоже есть один совет. Когда я путешествую с показами, у меня два чемодана, естественно, забиты коллекцией, и я, что я делаю? Я не беру личные вещи с собой. Я просто ношу коллекцию. Очень интересный ход. Сама себе главная модель рекомендуется. Я думаю, что очень разумный ход. Еще одна модель и самая лучшая, самая главная модель для своей коллекции. Отличный совет. Я думаю, что у меня есть товарищ Рик Дэви, он стилист и продюсер. Он, в принципе, своим советом постоянно пользуется. То есть на всех шоу самое главное вещи он одевает на себя. То есть он продюсер, фэшн дизайн. То есть самое интересное, я его знаю, наверное, 10-13 лет. Наверное, за 13 лет, и то, что мы проводили недели моды вместе каждый день, я еще не было дня, чтобы он одел два дня одни и те же вещи. То есть никогда второй раз, я никогда не видел, что он учил что-нибудь оделать, но всегда он, он всегда главный отверг, почему-то самым продюсерсия является дальше. Многие стоят со стороны, стоят с краю, вот есть модели, есть дизайн, пусть они и рекомендуют. Он всегда очень делал. На себя примеряйтесь, и он надел. То есть мне нравится, я твой дизайнер рекламирую, то я его должен надеть. Я не должен просто сказать, вы оденьте, а я посмотрю на личном примере. Если можно, поделись социальными, чем ты будешь? Инстаграм, Фейсбук, что у тебя самое такое? Я больше в Инстаграме, а Фейсбук у меня просто синхронизирован. То есть у меня там есть страничка, которая просто из Инстаграма и Ютуб. А почему Инстаграм? Скажи, какой имя Инстаграм? Вообще я не очень медийный такой человек, мне никогда не было интересной соцсети, я делаю это чисто для бизнеса, и Инстаграм, аудитория для меня более подходящая. То есть там больше творческих людей, они как-то, ну, вот в Инстаграме у меня больше просто аудитории. Сейчас, все очень честно. Ты сказала название Инстаграма своего или нет? Нет, не сказала. Я сейчас скажу. Инстаграм... Я могу написать, но если ты можешь проспелось, будет хорошо. Я скажу, а ты, если сможешь, напишешь в ручку. Инстаграм Матильда Маргинал. Вот мой Инстаграм. Матильда Маргинал. Вот, друзья, если вас заинтересовало, посмотрите ее работу. Вроде хороший Инстаграм, я посмотрю, мне понравилось. Окей. Спасибо. До новых встреч. Если вам как-то заинтересовали работу Матильды и интервью с Матильдой еще, мы можем этот эфир для вас повторить. Я с удовольствием. Если это интересно. Спасибо.